Здравствуйте, уважаемые любители ММА! Сегодня мы разберем Велатра 198, Федор против Мира. Начнем с главного боя Федор Емельяненко против Фрэнка Мира. Это Гран-при, 1-4 в тяжелом весе. То есть, кто выиграет три боя подряд, тот и станет чемпионом в тяжелом весе. Федор Емельяненко, последний император. Так, последний бой он проиграл нокаутом Мэтта Митреону. Тот бой, по бою до острым, сначала, то есть, друг друга отправили в нокаут, в нокдаун, точнее, и встал быстрее Митпион и добил Федора. У этого Федора дрался в 16-м году, в 15-м уже, ладно, не будем трогать. В очень конкурентном поединке, одолел еле как Фабио Мальдоната. В первом раунде чуть не улетел в нокаут, Федор. И то только потому, что почему-то не стал бороться, выбрал неправильную тактику. Ну ладно, этот бой мы не будем всасывать. В общем, и против Митреона он мог, в принципе, тоже победить. Но не сложилось. Опять же, мог применить борьбу, которая у Митреона вообще нулевая. Непонятно, по каким причинам. Но вот борьба против Фрэнка Мира как раз-таки может сказаться плохим образом против него. Потому что у Мира очень хорошие есть всякие приемчики, болевые. На руки, на ноги. Хоть куда он может сделать болевой прием? Может удушить, в принципе, наверное. То есть опасно с ним бороться. Вот здесь тактика Федора, наверное, будет... Если он оставит ее такой же, то это скатывается ему на руку. Потому что в ударке я считаю, что Федор лучше. И у него там шансов больше. А у Мира челюсть уже стеклянная. Нокаут он падал. От Марка Ханта. За 2 минуты упал. Ну ладно, от Марка Ханта. Что страшно играть, Марка Ханта. Ладно. Проигрывал Андрею Орловскому. Но там был конкурентный поединок. В принципе, победу можно было и миру отдать. Если такой же бой будет и с Федором. Ну... На самом деле, тут нет явного фаворита в этом поединке. Я считаю, что шансы 50 на 50. А так как на Феде дают больше 2, как бы вот, исходя из этого, я бы поставил на Федора. Но! Если Федор проиграет, мне будет тем более... Обидно и больно. Поэтому я, наверное, не буду ставить на этот поединок. Поставил бы на Фрэнка Мира, если бы реально верил в его победу. Но я думаю, что тут победит Федор. Все-таки. Ну, будем надеяться держать кулаки. Следующий бой. Эммануэль Санчес против Сэма Сицилии. В принципе, имена на слуху более-менее. По крайней мере, у меня. Эммануэль Санчес. Эль Матадорж. Его рекорд 16-3. Ему 27 лет. Вот, видите, у него победная полоса из трех. Раньше Даниэлью Вайхелю и тот с плитом проигрывал. В общем, он, наверное, идет фаворитом. В Элатаре он уже давно, очень давно, с 2014 года. И проигрывал всего два раза. И сейчас, скорее всего, победит Сэма Сицилию. Вот Сэм Сицилия. Сицилия. Ему 32 года. Цельный бой он выиграл, но до этого QFC выступал. Потерпел три поражения и был уволен. Уволен. В 2017 году, вот он, именно такер проиграл, у которого в QFC перешел в Белатаре. Но, думаю, тут все равно явный фаворит. Эммануэль Санчес. Единственное, что может произойти, Эммануэль Санчес, допустим, выиграет решение. Вот и все. Что Сицилия сможет в этом един. Надеется. Дожить до решения. Дальше. Нейман Грейси против Хавьера Торреса. И имена Нейман Грейси. Ну, что родственник того самого Грейси. Ему 29 лет. Он никогда не проигрывал. В Белатаре выступает уже с 2015 года. И вот из этих поединков в Белатаре. Дальше W Софи даже. Ну, ладно. С 2, 3, 4. 5 из 5 поединков в 4 закончил досрочно. Досрочно. Но соперники были не самого высшего калибра. О, может и Хавьеру Торресу тоже попадет в душащий приемчик. Хавьер Торрес. 33 года. Ну, раньше выступал в каких-то непонятных лигах. W Софи вот успел проиграть. С секундом. В общем, я за Неймана Грейси в этом. Может даже победит болевым. Кушающим. Неймана Грейси. Просто сейчас еще нет эффициентов на 1х бете. Я бы, может, параллельно бы и ставил даже. Но пока их нет. Следующий поединок. Рафаэль Лавата-младший против Джона Сальтера. Средний вес. 34 года Рафаэлю Лавата-младшему. Он никогда не проигрывал. Петром в Беллатории выступает. 2017 года. И вот. 2017 год провел 3 поединка. Всех одержал победы. Где-то нокаутом. Где-то тушением. Вот тут решением. Коперники. Вот 2 последних поединка были неплохие. Теперь посмотрим на Джона Сальтера. 33 года. Не прыгивал с 2012 года. Поступает в Беллатории с 2017 года. А вот вернуться еще насчет Фрэнка Мира и Петра Емельяненко. В Беллатории идет проверка на допинг и так далее. То есть, если раньше мир попадался на допинге, то и сейчас его проверяют. И, соответственно, допинг ему не поможет. Скорее всего. Может, Беллатория не такая яркая проверка. Ну, ладно. Ладно. Возвращаемся к нашему набою. Консальтер. Так. В семнадцатом году играл 2 поединка. Дил Кэндала Гроуа удушением. Джейсона Рэдклифа удушением. Хороший тут Грэнтона Хелси удушением. Ну, слушайте. Получается, здесь Джон Сальтер фаворит. Вот Джон Сальтер. Так. Здесь Федор. Здесь Санчес. Здесь Крэсси. Здесь Сальтер. Следующий бой. Дилан Данис. Кайл Волк. Для Дилана Даниса это будет дебют в Беллаторе. До этого только схватка по грэпплингу здесь есть. Ладно. Какого-то, не знаю, ягненка вам подкинули. Кайл Волкер с отрицательным рекордом. Проигрывал их с Абмишинами. И нокаут. Не знаю, я против него выйду. Может, тоже его ебну. Ну, ладно, не суть. Иланд Данис явный фаворит. Наверное, 1-1 будет. Ладно, не суть. Дальше уже не такие интересные поединки. Быстро пробежимся. Камерон против Пиджи Каядаса. Тут непонятные промоушены. Сложно судить. Это поражение. Странные рекорды. Дэн Стигин и Марк Стоддарт. Дэн Стигин и Марк Стоддарт. Так. Тоже какие-то отрицательные рекорды. Посмотрим на позицию Майка Стоддарт. Ну, получше. Ладно, здесь за Майка Стоддарт, наверное. Ох. Не знаю даже. Такое себе. Здесь создадут ли на них вообще коэффициент. Эрик Вайзли, Морган Ситкингер. Эрик Вайзли. Непонятные промоушены. Слабые соперники. С отрицательным рекордом. Против Моргана Ситкингера. Морган Ситкингер. Тоже рекорды. Вот. Вот. Это не люблю Беллатор. Потому что. Ну вот. Что это за? Зачем они набирают в карту таких вот бойцов? Зачем? 2, 2, 4, 3, 11, 9, 27, 17. Что такое? Кто это вообще? Рекорды нулевые. Все. Ладно. Остальное я уже не буду. Вот. До боя Дилана Даниса и Кайла Уолкера идут нормальные конкурентные поединки. Потом уже какая-то труха. Вообще. Даже смотреть не буду. Вот. Пожалуйста. Федор Лемянко. Фрэнк Мир. Федор победит. Здесь Санчес. Против Сицилии. Санчес победит. Грейси против Торресу. Грейси. Лавата против Сальтер. Победит Сальтер. Дилан Данис против Кайла Уолкера. Победит Дилан Данис. Теперь смотрим мнение подписчиков Topology. Здесь чуть-чуть Хемельяненко преимущество. Санчеса. Глобальная агрессия. Еще большее преимущество. Здесь почему-то Лавата дают. Ну не знаю. Еще раз что ли посмотрите. Данис Волкер. Ладно. Смотрим еще раз. Лавата. На всякий случай. Да. Он непобедим. Да. Он в Белатуре выступает. Но. Два неплохих последних поединка провел. Но я все равно не знаю кто эти победили. Джон Сальтер. Победил Кендала Гроува. Но он на слуху уже не тот конечно. Но он его срочно победил. Также засрочно Джейсон Рэдклиффа победил. Так. И Брэндона Хелси побежал в 16. Да. Это будет более конкурентный поединок. Но в том то и суть. Что скорее всего тогда будет Сальтер. Андердогом. Можно его забрать. И надеяться на победу. Он и в рейтинге выше. В мировом рейтинге. Средневесом. Джон Сальтер. 37 строчка. Короче в топ 50 ему не выйти. Ловато младшему. Туда Сальтер его не пустит. Так. Вот как я сделаю пики. Хмельянин. Аккаут. Иромра. Все равно. Санчес. Давай же. Санчес. Решение. Грейси. Торрес. Грейси. Сабмишином. Ловато. Консоль. Решение. Китай. Беланданис. Все остальное. Друха. Торрес. И так. Спасибо за просмотр этого видео. Болейте за Федора. Всем пока. Удачи. женщина. Субтитры днем. SH XiaoXT. Г Hatеку. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует...